И было еще несколько таких же женщин, которые вообще какими-то странными вещами нравились Богу. Одна там, Бог ему помыла слезару, да, помните, была с вами, другая благовоние принесла и смазла там ему голову, да, третья лунок его просидела, и вот думаешь, так, хорошо, то есть в чем вообще суд, то есть а где какая-то полезная деятельность, а где результат вообще какой-то, а где вот проявление там ума, таланта, вот там, да, вдаренности, то есть вот в чем вообще суть вот этих поступков. Я думаю, ну, хорошо, то есть я там Сережа придет домой и скажу, Сережа, я просто сегодня совершила поступок года, я просто сделала шаг в вере. Он такой, да, что это, я полчаса сидела у ног Иисуса, понимаете, да, то есть я вот думаю, то есть и Богу это нравилось, понимаете, то есть ему нравилось то, что они это сделали, это удивительно, я думала, хорошо, я, конечно, не буду слов, расшифровать это не могу, но у меня была мысль одна, очень такая ясная, вот, насчет этого, что, я думаю, что они поняли, что Иисус, это не человек, которого надо просто покормить, там, да, который там, который нуждается в служении рук человеческих, да, это Бог, который сам может из двух рыб накормить пять тысяч человек и послать иману тебе каждый день и перепелов, и все, что ты у него попросишь, да, из камней и сделаешь себе хлеб. Он не нуждается в этом. Конечно, мы должны служить, сделать все наши дела, но что у нас внутри, да, я думаю, они принесли Богу то, что Ему было нужно, они принесли Ему свое сердце, переполненное благоговением, любовью, смирением, я даже не знаю, и Бог просто, Иисус просто восторгивал от этого, ему это было надо. Вы знаете, я думаю, что вот, о смирении, да, о нашем, конечно, Сережа очень открыто каялся, у меня тоже есть много в чем каяться, потому что, я думаю, что вот моя проблема, да, когда я прихожу к Богу, к сожалению, моего безверия, и город справляется в том, что я просто чувствую себя защищенно, когда у меня все под контролем. И вы знаете, такой стиль мысли и жизни очень утомляет меня. Я становлюсь утомленная, тревожная, обремененная и так далее. И это идет в полную противоположность с этим отрывком, который всем мне нравится, где Иисус говорит, придите ко мне, все уставшие, обремененные, я успокою вас, научитесь у меня смирением, и обретете вы, наконец, покой душам вашим. Вы знаете, как удивительно думать о Христе, который был мужчиной, сильным мужчиной, умным, талантливым, одаренным, невероятным, самым лучшим, но он из-за своего смирения, из-за того, что он делал, он просто знал, что надо Богу, и он это делал. Его жизнь, она его не утомляла, понимаете? Его жизнь его не обременяла. Я думаю, господи, а я кто вообще? Я всего лишь человек, женщина. Почему я такая утомленная? Кто на меня взвалил это время? Зачем я его несу? И вы знаете, покаяние приносит мне такое облегчение, освобождение. Я понимаю, что все, что нужно моему Богу, чтобы я просто припала к Нему, как к моему источнику, и питалась от Него, и утешалась Симу, просто, и была там рядом где-то, и предоставила ему возможность, свое свободное сердце, чистое и скромное, для того, чтобы он мог через меня по милости своей делать себе великие дела. Сестры, я хочу вам пожелать такое, может быть, чуть-чуть витиеватое пожелание, запаситесь в благовонии, сделайте что-то, прогуляйтесь с ним. Вы же женщины, вы же можете что-то придумать, чтобы чувствовать себя с Богом, так, как эти были женщины. Если вам интересно, можете прочитать все эти истории, сейчас, чтобы не занимать ваше время, и подумать об их сердцах, что на ваше сердце было наполнено день живещания и покоя. Спасибо. Я уверен, что все это, все я хочу вам сказать, что вот, если вы видите, что братья, ну, просто ходят, несомдательные детей, просто, слава Богу, вы знаете, просто придумайте что-нибудь, вот, чтобы братья могли бы придумать тоже что-то. Вот, там, дал помочь, если вы, у вас, честно говоря, у нас может быть разница, это мускулатура, и левый полушарий, но у сестерого полушария развиты. Поэтому вы используете этот подарок. Вы знаете, братья и сестры дорогие, я хочу заканчивать уже одну вещь, которую я хочу сказать. У меня всегда был вопрос, всегда. И когда я готовился к этому изучению проповеди, я, в конце концов, не знаю, мне, по крайней мере, я чувствую, что это было откровение какое-то, в том, что почему Иисус исчез из вида? Он преломил хлеб, и они его узнали, но он сразу исчез. Я по характеру чувствую, я говорю, господи, почему? Наоборот, когда вы, вот я, молодцы, узнали меня, они сказали, господи, прости, там пока, понимаете, да, есть перед кем и так далее. Но он его не отвечает. Они говорят, не горело ли сердце у нас? Вспомните, в многих учениках он явился разных обличий. Почему? Они не узнавали его. Что случилось? Почему бы не в одном обличии каждому? Это я, помнишь, все вспомнил? Надо каяться тебе. Он в разных обличиях. Я понял, для меня это, вот, вещь, которую я понял. Может, это поможет вам. Не ищите меня во внешних вещах, в фактах, в логике, то, что вы можете увидеть или пощупать. Найдете меня в вере. Если будете иметь веру, вы меня увидите. Вы со мной? А горите сегодня сердце твое. А как с твоей мечтой? Служить Господу, отдавать свое время и сердце, и не жариться? И не быть человеком, который вдруг что-то случилось, сразу отслужение. А вот если видеть сейчас, не могу. Если вера в нас в живом Христа, тогда они видели, они поняли, они сразу вернулись к братьям Иерусалима. И путь возвращения к духовным ценностям лежит через покаяние. Через обретение веры от Писаний. И через общение с друзьями. Не трогайте меня, я расскажу, буду Библию изучать, буду молиться, все. Проходит неделя, три месяца, не меняйся просто. Мы можем не меняться, нам нужны друзья. У нас в регионе, помимо того, что есть лидеры, братья мои, которые соратники, мандеристы, Слава Михеев, я так благодарен. Ребят, вы просто отдали нам удивительного человека. Спасибо вам большое. Ребят, мы вас забираем обратно. В Москване отдают любимцы. Раньше отдавали. Как и на Москве, это стоит. Хотя на Сибирск очень любят любимцы и служащие. В Сокол Кунтамсе сейчас. Кстати, он главный спикер у нас, друзья. Мы будем в воскресенье попроверить. Я горжусь этим немоделистом. Мы услышим с вами настолько открыто, слава Богу. Мы будем так меняться. Так поддержим уже в Сокол Кунтамсе. Спасибо. Друзья, у нас в регионе есть. Андрей Бороданько, если вы знаете, что я пел здесь. Я раньше, когда впервые увидел, он пел молитву. Я пел, знаешь, когда по этому мощь поют. Я думал, я залечу. Он просто настолько энергию издаёт. Вы помните, я Арию Петра, он играл? Ребята, я просто плакал. Вы знаете, и этот человек, он необычный человек. Почему? Потому что он, если скажет что-то, аж неудобно. Но это помогает мне. Есть Олег Звягин, который в поклонении у нас участвовал, недавно перешёл. Вы знаете, вот много вещей, например, удивительно. Потому что я начинаю с ним разговаривать, говорю, так, брат, я думал, что вот это неправильно, или вот это вот так. И, знаете, он начинает мне говорить, Серёля, я понял, согласен. А ты можешь меня послушать? Я говорю, а что слушать, брат, я понял уже, я сказал, что я учу. Он говорит, я понял, а это тебе было решение, согласен, должен. Что сказать, получше сказать. Потому что он, брат, начинает мне говорить, я говорю, я понял. Просто он как Бога есть. Вот все, кто начинает мне разговаривать, говорить, и я начал понимать по-другому. Вы знаете, насколько вы важны. Если видел, евангелист или кто-то, начинает говорить нет, вы говорите да, я вам сейчас просто посоветую. Согласен. Супер ответ. Нет, и всё. Я думаю, что это важно для меня. Я хочу быть скромным, но ты можешь, что я послушать тоже? Это очень меняет, и он делится. Он начинает говорить, что я очень важен, я тебя слушаю. Я говорю. Я хочу, я говорю, что я говорю. Хорошо, мы закончим. Обращаемся сейчас, давай. Будьте скромными, и вы дадите скромность другим. Дорогие братья и сестры, давайте искать Христа. Не в том, что мы видим, а в том, во что мы верим. А наша вера должна быть в Иисусе. Оксана поделилась такой вещью, она говорит, что насколько для Иисуса была вот эта важная детская света. Вы знаете, он сказал, что вы не войдете в Царство Непистое, если не молитесь, как и есть. Я расскажу последнюю историю, мне так она понравилась. У нас есть наши родственники, родной брат Оксаны Иван Кондратьев, он ведет в церковь в Волгограде, его жена Света Кондратьев, она родная сестра Леши Домскова, которая в Петербурге ведет в церковь. И недавно была такая история, просто видно сердце ребенка, значит, просто послушайте, меня она просто поразила. Ваня купил ящик такой, знаете, сок, есть в мой ящик, и там маленькие такие соки, ящик соков. Принес домой, поставил этот ящик. Ну, знаете, Богдан подошел и говорит, «Мм, хочу пить сильно!» Я хочу пить! Берет один сок и говорит, «Мм, это яблочный сок!» Поставил, а сок был яблочный, целый упакованный. Он говорит, «Поставь второй сок!» «И это яблочный сок!» «Поставь третий!» «Снова яблочный сок!» «И это яблочный сок!» «Какой же мне сок выпить?» «Видень века яблочный!» Вы знаете, я вон в эту историю думаю, «Это сердце ребенка!» «Боб, как ты мне сделаешь?» «Вот так сделаешь!» «Хорошо, Бог, как ты еще сделаешь?» «Ты еще раз так сделаешь!» «Боб, ну как же мне сделаешь?» «Ну еще раз так!» «Как же мне сделать?» «Делай, как Бог сказал!» «Сердце ребенка!» «Это что нам больше всего нужно?» «Поклонение!» «Поклонение!» «У детей!» «Сердце!» «Они так зависит от родителей!» «Они настолько просто...» «Вы знаете, Паша, наш сын, он как-то отца на его укладу, он говорит, «Мам, я тебя просто хочу сказать, я так люблю вас!» «Я так благодарен за тебя и папу!» «Я просто не могу поверить!» «Я просто счастлив!» «Оксана говорит, а что, ну, зашли ты еще, почему?» «А что ж, мне голодным ходить?» «-да-а…» « SASCH!" «Что очень просто!» «Зависимостьентральная... давайте зависимость от спорта...» «Давайте верить... мечтать...» «Ине сдаваться... с вами, на процюpreneе давать...» «Давайте восстановимся делать что-то...» «Давайте будем доверять в gospel». «Спасибо!»